А теперь о другой категории граждан, которые решили улучшить свое финансовое положение с помощью заемных средств. В России выдача кредитных карт в августе подскочили более чем на четверть, сообщили наши коллеги с телеканала Панорама ТВ, входящего в медиахолдинг Тверской проспект. Какие факторы повлияли на это и как грамотно распоряжаться финансами, чтобы не оформлять кредитную подушку безопасности, подробнее об этом в следующем сюжете. В Национальном бюро кредитных историй подсчитали, что в августе зафиксирован рекорд по выдачам кредитных карт с начала 2021 года. Банки оформили 1,35 миллиона карт, что на 17,5% больше июльского результата. Совокупный лимит по картам увеличился до более чем 99 миллиардов рублей. О причинах такого бума рассказала экономист Оксана Толкаченко. Во-первых, это стремление наших граждан к перевыпуску карт ради смены платежной системы. Мы сегодня знаем, что для нас, для России актуальной стала именно платежная система МИР. Во-вторых, многие стремятся к тому, чтобы перевыпустить свои карты, для того, чтобы получить более выгодные условия в рамках опции кэшбэк. Кроме того, эксперты также указывают на традиционный для августа сезонный фактор. Рост расходов населения на товары для школьников. Стоит ли иметь такую кредитную подушку безопасности, мы спросили у жителей Верневожья. Всех по-разному складывается ситуация. Может быть, в каких-то случаях надо. То есть, как дополнительная подушка безопасности, это хорошо? Возможно, да. Вам не нужна дополнительная подушка безопасности? Нет, не нужна. Дочь поможет, дядь тоже. Я не россиянка, я из Луганской области, только прибыла. А вот вы оформляете кредитные карты? Нет, я только карту такую Сбербанк оформила. Ну, наверное, надо. Можно так залезть в эти карты кредитные. Но кому-то есть и можно, это помощь всё-таки большая. Отношения с деньгами почти у всех непростые. Кто-то живёт без оглядки на завтрашний день, кто-то скрупулёзно копит и не тратит сбережения, а кто-то думает, что зарабатывать большие деньги – это удел избранных. Но деньги – это не священный предмет, хотя и не лишний. Невольно встаёт вопрос, как же грамотно распределить свой бюджет так, чтобы в конце месяца не использовать дополнительные займы? Если мы говорим о такой ситуации, если ваш доход не увеличивается, то нужно корректировать свою расходную часть. В то же время, по мнению финансовых экспертов, потенциал ещё большего разгона выдачи ожидается под Новый год, в период подготовки к празднику в декабре. Но экономисты отмечают, что кредитные карты – это неплохо при умелом с ними обращении. Главное – грамотно оценивать свои возможности выплат данного вида займа, созмерять свои потребности со своими же возможностями. Или, как говорил про эту ситуацию знаменитый сатирик Михаил Жванецкий – «Сам себе хочу, сам себе и обойдёшься».